Здравствуйте, с вами канал Виктор Сергеенко. Сейчас хочу рассказать об одной небольшой неполадке, которая не давала мне осуществлять стрим. А дело началось всё вот с этого компьютера. Относительно недавно был приобретён новый компьютер, ну, довольно неплохой, об этом я упоминал. Но он работает отлично, никаких к нему вопросов. Но оказалось, при попытке выхода в стрим с этого компьютера ничего не получается. Когда я через YouTube делаю это напрямую, попытался осуществить трансляцию, то увидел вот такую картину. Сейчас посмотрим. Вот получилось следующим образом. Вышла вот такая вот надпись. Не удаётся получить доступ к камере, так как она используется другим приложением. И причём вот здесь вот видно, что надписи чередуются камера включена, камера выключена, камера включена, камера выключена. То есть, как бы какое-то странное срабатывание, включение-выключение для меня непонятное. И вот начал разбираться, чтобы как-то решить этот вопрос. Ну, прежде всего, конечно, проверил камеру. Вот, например, эта камера, она довольно простая, она работает надёжно. И раньше себя показывала хорошо. Поэтому, ну, на всякий случай, я её проверил и даже использовал другую камеру. А точнее, использовал видеокамеру, которая использовалась через устройство захвата, вот такое, как веб-камера. И в результате получилась такая же картина. То есть, камера не срабатывала, а показывала, что как бы задействована какой-то другой программой. Начал разбираться. Ну, прежде всего, проверил, как работает вот эта камера, действующая. И вообще, программное обеспечение этого компьютера в других, ну, я не знаю, программах. Вот, например, в Скайпе. Попытался в Скайпе посмотреть, как эта камера себя ведёт. Вот сразу настройки открываю, смотрю. Так, звук и видео. И всё в порядке. Вот видно, что камера работает довольно хорошо. Вот она. Никаких проблем. Ну, значит, всё в порядке. По крайней мере, с камерой. Дальше больше. Решил проверить, как работает другая программа, связанная с камерой, установленная на компьютере. Ну, простенькая программа, которая идёт сразу с компьютером. Так, она здесь называется «Без изысков камера». Вот камера. Проверяю, нажимаю. То же самое. Камера работает нормально. Можно сделать здесь и запись. Всё это я пробовал. То есть, никаких проблем. Всё происходит очень хорошо. Ну, значит, причина, конечно, не в камере, а причина в каких-то настройках компьютера, которые не давали нормально работать именно в стриме, именно в YouTube. Попытался найти ответ в интернете, но, к сожалению, ничего похожего не нашёл. Ещё разочек покажу, как выглядит вот эта неполадка. Когда включаю трансляцию через YouTube, то вот загорается такая надпись. Повторюсь, не удаётся получить доступ к камере, так как она используется другим приложением. Ну, конечно, проверил все другие приложения, проверил много чего. И как любят предлагать специалисты, используя разные браузеры и так далее, ничего это не помогло. Ну, антивирус тоже, может быть, даже пытался убрать. Но больше всего меня задачило то, что на другом компьютере стрим получался нормально. И вот с этой камерой, и с другими камерами. А вот именно на этом компьютере, к сожалению, ничего не выходило. Решил разбираться с настройками компьютера. Ну, прежде всего, конечно, тем более компьютер новый. Определённые настройки для него приходилось делать. Каждый, наверное, это делает. Ну, в частности, вот, например, конфиденциальность. Здесь много чего предлагается нашему вниманию. Здесь есть раздел камера. Вот он. Смотрим. И здесь следует выбрать то, что нужно и то, что не нужно. Многие вещи мне, конечно, тут не нужны. Их я сразу отключил. Ну, влиять они на работу стрима, я считаю, никак не могут. Вот оставил только наиболее такие, которые хоть как-то могут влиять на это дело. Ну, какой-нибудь центр отзывов там и так дальше. Это, конечно, влиять не может. И на всякий случай разрешил классическим приложением доступ к камере. И вот с такими настройками стрим не получался. Ну, что тут можно сделать? Решил на всякий случай все вот эти вот разрешения сделать. Всё это я разрешил, проверил. Всё равно камера не работает. Ну, делать нечего. Начал проверять и другие настройки. И забегая вперёд, не буду всё перечислять, что я проверял. Всё-таки дошёл до микрофона. Вот есть микрофон, хотя, казалось бы, микрофон напрямую не имеет никакого отношения к камере. Но всё-таки встроенный микрофон в ней есть. И, может, какая-то тут связь тоже имеется. И, исходя из этого, я тоже самое первым делом все вот эти вот отключенные опции снова подключил. И каково же моё было удивление, когда стрим заработал. А дело в том, что оказалось, что вот это вот отключение, которое некоторые классические приложения могут не отображаться в указанном ниже списке, то есть оно как раз влияло и на работу стрима. Здесь вот указано, что вот следующие браузеры, собственно, больше ничего. И всего-то навсего потребовалось только включить вот это вот дело. И всё, и всё заработало как положено. После этого я снова отключил вот эти вот вещи, которые мне не нужны, и работало всё по-прежнему хорошо. Вот сейчас, после того, как я включил вот эту кнопочку, вот разрешить классическим приложением доступ к микрофону, сейчас посмотрим, как будет работать стрим. Ну, делаю всё то же самое. И вот сразу видно, что вот здесь, конечно, ну видно уже вот следы уже это, что камера работает. Ну, давайте ещё разочек, я выйду даже в эфир. Ну, конечно, не буду в открытый доступ это всё ставить, а просто только чтобы посмотреть. Ну, тем не менее, ну, назовём тест камера. И вот сразу появилось изображение, сразу программа просит улыбнуться и всё такое прочее. То есть стрим уже идёт нормально. Вот такое оказалось простейшее примитивное решение этой проблемы. Не знаю, почему вот эта кнопка была у меня отключена, или я сам её отключил, ну, за ненадобностью, поскольку, ну, я считал микрофон, он как-то влиять на это дело не должен. Но, тем не менее, оказывается, микрофон напрямую влияет на работу камеры. И если вот эта кнопка отключена, то стрим не получается. Причём ошибка показывается такая, как вот было упомянуто, что, дескать, камера задействована каким-то другим приложением. Ну, какие-то тут, я не понимаю, технические сбои, какие-то нюансы. Я не профессионал, для меня это не очень важно. Ну, как бы то ни было, у кого вот такая проблема, посмотрите вот этот вот раздел. Вот где классические приложения. Именно к микрофону, к микрофону, не к камере, а к микрофону. К камере, само собой, там тоже надо вот это включить. А к микрофону тоже вот это требуется включить. И тогда всё работает хорошо. И можно делать стрим безо всяких дополнительных программ, которые я пока не устанавливал для стрима. Ну, многие используют различные программы, но я пока до этого не дошёл. Как-то нет такой необходимости. И вот использую пока выход в стрим напрямую. И вот такое простое решение, оно как бы мне помогло справиться вот с этой проблемой. И уже несколько трансляций делал вот именно на этом компьютере. Ну, как бы то ни было, работает камера и вот эта камера, которую показывал, работает и устройство захвата. Всё работает нормально. К сожалению, сколько я не искал в интернете, никакого ответа на этот вопрос не нашёл. Пришлось потратить, ну, я не знаю, целый день, наверное. Я пробовал разные варианты, поскольку я не специалист. Мне трудно сразу как-то проанализировать ситуацию и принять правильное решение. Поэтому пришлось пробовать разные моменты. И то включал, и то выключал, и браузеры, повторюсь, менял там, ну и так дальше. Ну, в конце концов, вот решение было найдено. Ну, может быть, кому-то эта информация пригодится. Решение очень простое, но для не специалиста оказалось это очень важно. Вот как для меня найти это решение. Кто-то, может, сразу это всё поймёт и сделает. Ну, вот мне пришлось помучиться. Так что, может быть, кому-то тоже это будет в помощь. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания.